Дензел Вашингтон. Только вперед. Я понял одно. Ты ничего не добьешься в жизни, если не готов брать на себя риски. Ничего. Нельсон Мандела сказал, нет жизни и страсти там, где ты играешь по мелкому и живешь гораздо ниже того уровня, которого ты достоин. Каждый из нас сталкивался с выбором при поступлении в колледж и выборе специальности. Каждый думал о том, куда идти дальше. Я уверен, что многие говорили вам, нужно выбрать что-то простое и надежное, выбрать что-то, на что можно положиться. Я никогда не понимал этой концепции. Ни на что нельзя стопроцентно положиться. Что бы вы ни выбрали, везде будут взлеты и падения. Так что лучше выбирать то, что вам действительно нравится. Вам нужно научиться встречать неудачу лицом к лицу, иначе вы ничего не добьетесь ни в одной сфере. Делайте сколько угодно попыток, но никогда не сдавайтесь. Это как задание на IQ-тесте, где нужно через 9 точек провести 4 линии, при этом не отрывая карандаш от бумаги. Единственный способ сделать это — выйти за границы этих точек. Не бойтесь мыслить нестандартно. Не бойтесь неудач. Не бойтесь мечтать о большем. Помните. Мечты без целей. Это просто мысли. За свою карьеру Реджи Джексон не смог отбить мяч 7800 раз. Это рекорд в истории бейсбола. Но люди не помнят промахи. Люди помнят яркие победы. Поэтому только вперед. Томас Эдисон совершил тысячу неудачных экспериментов. Вы это знали? Я этого не знал. Но все знают, что Томас Эдисон изобрел лампочку. Только вперед. Каждый неудачный эксперимент на один шаг приближает вас к успеху. Вы должны рисковать. Я уверен, что вы уже слышали об этом раньше. Но я хочу поговорить с вами о том, почему это так важно. В какой-то момент вы потерпите неудачу. Примите это. Это уже произошло. Вы будете оказываться в неловких ситуациях. Вы будете чувствовать себя полным ничтожеством. Но это неизбежно. Вам может быть очень больно. Но время не вернуть. Поэтому примите это. И продолжайте двигаться вперед. В актерском деле меня все время подстерегали неудачи. В начале своей карьеры я проходил прослушивание в бродвейский мюзикл. Идеальная роль для меня, подумал я. За исключением того факта, что я не умею петь. Я не получил эту работу. Но дело в том, что я не бросил это. Я не сдался. Я сделал шаг в сторону, чтобы подготовиться к следующему прослушиванию. И к следующему прослушиванию. Я молился. Молился и снова молился. И все же продолжал терпеть неудачу за неудачей. Но я двигался вперед. Есть старая поговорка. Если вы болтаетесь вокруг парикмахерской достаточно долго, то рано или поздно вам придется подстричься. Если вы не сдадитесь, вы рано или поздно поймаете свой момент. В прошлом году я сыграл в одной пьесе на Бродвее. И самое интересное то, что это было именно в том театре, в котором я провалил свое первое прослушивание 30 лет назад. Каждый из вас умен и обладает определенными навыками. Но хватит ли у вас мужества преодолеть неудачу? Если вы не терпите неудач, то даже и не надеетесь, что достигнете того, чего у вас никогда не было. Вам нужно сделать то, что вы никогда не делали, чтобы получить то, чего у вас никогда не было. Представьте, что вы умираете, и вокруг вашей кровати стоят духи вашего нереализованного потенциала. Духи ваших идей, которые вы так и не реализовали. Духи ваших талантов, которыми вы так и не воспользовались. Они стоят вокруг вашей кровати, злые, разочарованные и огорченные. Они говорят, мы пришли к тебе, потому что ты не дал нам реализоваться. И теперь мы должны умереть вместе с тобой. Поэтому я спрашиваю вас, сколько духов соберется вокруг вашей кровати, когда придет ваше время. И последнее, что я хочу сказать о неудачах. Иногда это лучший способ понять, куда ты движешься. Ваша дорога жизни никогда не будет прямой. Я начал в Фортхенском университете в качестве студента дошкольного образования. Я взял себе курс под названием морфогенез сердца. Я не мог прочитать это, я не мог выговорить это, и, конечно же, не мог сдать это. И тогда я решил перейти на юридический факультет, затем на журналистику, и все без толку, мои оценки становились все хуже и хуже. Мой средний балл был 1,8. И университет очень вежливо намекнул мне, что пора это заканчивать. Мне было 20 лет, и я тогда был на самом дне. И вот однажды, я помню этот день, 27 марта 75-го года, я помогал маме в ее салоне красоты. Моя мама владела салоном красоты в Верноне. И там была одна очень пожилая женщина. Я не знал ее лично, но каждый раз, когда я смотрел в зеркало, она была позади меня. Она смотрела на меня, просто продолжала смотреть на меня. Каждый раз, когда я смотрел на нее, она очень странно смотрела на меня. И вот, когда она сняла сушилку со своей головы, то сказала мне слова, которых я никогда не забуду. Она сказала, «Юноша, у меня есть дар пророчества. На тебя будут смотреть по всему миру, и ты будешь разговаривать с миллионами людей». И в последующие годы, как и предсказывала эта женщина, на меня смотрели по всему миру. И я разговаривал с миллионами людей через свои фильмы. Вот как изменилась моя жизнь. Поэтому никогда не сдавайтесь. А если упали, все равно продолжайте говорить себе. Только вперед. Я недавно вернулся из Южной Африки. Это прекрасная страна, но там есть места, где царит настоящая нищета, и им нужна ваша помощь. И Африка — это только верхушка айсберга. Ближний Восток нуждается в вашей помощи. И наша страна нуждается в вашей помощи. Что вы собираетесь делать с тем, что у вас есть? Не растеряйте ваши таланты на нелюбимой работе. Не дайте погаснуть вашему пламени. У некоторых из вас развита коммуникабельность. У кого-то есть специальные знания. Кто-то обладает добротой и любовью, а кто-то обладает настойчивостью. Что бы это ни было, каким бы ни был ваш дар, главное — то, что вы собираетесь с ним сделать. Этому миру нужны вы, поэтому вам придется отдать все, что у вас есть. Будь то ваше время, ваши таланты или ваши способности. Помогите этому миру. И он поможет вам. Если ты молишь небеса о дожде, будь готов черпать сапогами грязь. Дензел Вашингтон